Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем третье такое занятие из цикла о музыкальной гармонии. И сегодня мы поговорим еще раз о тонике. В начале этого ролика я сыграл такую какую-то гармоническую последовательность, гармоническую импровизацию, которая, как кажется, является таким сложным музыкальным произведением с большим количеством нот, но по сути ничего, кроме тоники, я не исполнял. Вы скажете, как же так? Аккорды менялись, мы это слышали, менялся бас, значит, менялась функция. Но на самом деле функция не менялась. И цель нашей сегодняшнего урока, задача нашего сегодняшнего урока, понять одну простую вещь. Что в академической и вообще в любой музыке разделение на тональности мажорной и минорной очень условное. Мы прекрасно знаем, что есть тональности мажорные. У каждой мажорной тональности есть своя родственная тональность, и эта тональность является минорной. Есть натуральный мажор, есть натуральный минор, эти тональности родственные. И каждая пьеса из академического репертуара обычно написана, как нам говорят, либо в мажорной тональности, либо в минорной тональности. Теоретически все правильно. Эти тональности родственные, одна связана с другой. Важен только один момент. Не надо эти тональности делить. Надо воспринимать это все как частью одного единого и целого лада. Таким образом, беремся к началу наших уроков. Мы знаем, что на первой ступени мажорного лада расположена мажорная тоника. И как она выражается, мы помним все ступени, кроме четвертой или плюс четвертой ступени. На четвертой ступени расположена субдоминанта. Что с ней делать? Примерно то же самое, что с тоникой, потому что тоже лидийский лад. Тоже те же самые принципы, что у тоники. А на пятой ступени соль. Расположена доминанта. И что с ней делать, мы тоже знаем. Добавляем любые ноты микселидийского лада от пятой ступени. И таким образом у нас обыгрывается доминанта. Итак, три ступени. Первая, четвертая и пятая. Подходим к шестой ступени. Шестая ступень. Она очень просто ищется. Полтора тонна вниз от мажорной тоники. И мы попадаем в ноту ля. Вот именно на этой ступени и находится другая тоника, которую мы будем называть условно-минорной. У каждой мажорной тоники есть ее соседка, минорная тоника. Очень часто в разных видах музыки эти аккорды следуют один за вторым. Вот послушайте. Сплошь и рядом возникает такая музыка, где одна тоника переходит в другую. Или наоборот, минорная тоника. Правда, что-то очень знакомое. В этом случае минорная тоника превращается в мажорную. То есть, по сути, функция не меняется. Тоника остается быть тоникой. И вот это нужно понимать. И когда мы учим мажорные гаммы, то лучше их учить не просто технически, как бы играя насколько угодно октав вверх и вниз. А хорошо бы вверху играть до девятой ступени. Просто, чтобы понимать. А когда мы идем вниз, играть до шестой ступени. И таким образом мы как бы осваиваем сразу два лага. Натуральный мажор и натуральный минор. Зачем нам это нужно? Потом практически. Нам это нужно для того, чтобы понимать, что если у нас уже каким-то образом выражена мажорная тоника, то для того, чтобы поменять ее в минорную тонику, чаще всего достаточно только поменять бас. И все. Смотрите. Вот у нас мажорная тоника представлена сейчас обычным мажорным трезвучином. Если мы возьмем внизу ноту ля, то у нас уже появится минорная тоника. И эта минорная тоника будет выражена маломинорным сабтаккордом. Если мы мажорную тонику выразим ее основным большим мажорным сабтаккордом и просто добавим к ней ноту ля, то мы получим минорную тонику, которая будет выражена минорным нон-аккордом. Нон-аккорд значит добавляет сверху девятая ступень. В ля миноре это будет нота си. Да? Смотрите. Я ничего не меняю в правой руке. Особенно это важно в музыке, в такой современной, в культуре диджея, в поп-музыке, для того, чтобы получить интересные созвучия, да и в джазе. То есть все, что вы сможете сыграть, обыгрывая мажорную тонику, вы можете повторить и для минорной тоники. Соответственно, если мы сможем использовать эти ступени для разнообразия аккорда самого обыгрывающего функции, то мы можем это также и использовать для мелодической импровизации, обыгрывать ступени. А вот такая вот последовательность мажорную и минорную тонику встречается сплошь и рядом. Смотрите, мажорная тоника, минорная, шестая ступень. В ре мажоре тоника, минорная тоника. В джазе ее просто называют шестой ступенью. Просто есть такой гармонический блок. Первая, шестая, вторая, пятая. Что такое вторая и пятая? Ну, пятая, понятно, доминант. Что такое вторая? Мы поговорим потом. Но, по сути, этот гармонический блок первая, шестая, вторая, пятая на самом деле это мажорная тоника. Дальше шестая ступень. Это минорная тоника. Вторая это субдоминанта, а потом доминанта. Попробуем теперь поимпровизировать. Если в мажорной тонике опустим пока четвертую высокую ступень лидийской группы лидийского лада и вспомним только, что есть шесть нот первая, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, то, соответственно, эти шесть нот мы также можем использовать для мелодической импровизации. Как для мажорной тоники, так и для минорной. Но если мы из этих шести ступень выкинем одну, седьмую, оставим первую, вторую, третью, пятую и шестую, то мы получим так любимую для многих музыкантов в области пуп-музыки, особенно в области рок-культуры, пентатонику. Если эта пентатоника расположена на первой, второй, третьей, пятой и шестой ступени, то это мажорная пентатоника. А если мы высокий звук ля перенесем вниз, то мы получим минорную пентатонику. А ноты те же самые. То есть минорной пентатоники от шестой ступени или мажорной пентатоникой от первой ступени мы совершенно легко можем обыграть не только две эти функции, но и гораздо больше количества аккордов, чем и чаще очень часто любят пользоваться музыканты рок-музыки. То есть не надо узнать каких-то сложностей, этого достаточно. Какая-то китайская музыка, да? Ну, конечно, можно играть по-другому. Вот. Это как бы первый вариант. То есть используя две пентатоники, можно обыгрывать две эти функции, а можно использовать шесть ступеней, включая седьмую. А помня о том, что лидийский лад, соответственно, с лидийской концепцией и четвертая высокая ступень может также использоваться для обыгрывания как аккорда, так и для мелодической импровизации, то эту ступень можно использовать также для обыгрывания как мажорной тоники, так и минорной тоники. И тогда получится очень такая... Уже какая-то... Какой-то... Такой... Такой джазовый, такой характер. Понятно, что недостаточно понимать, какие ноты использовать. Надо искать какие-то фразы, придумать их самостоятельно или пытаться эти фразы находить у больших мастеров, чтобы верно их использовать, чтобы правильно компоновать эти ноты. Но теоретически вы понимаете, что происходит. Итак, два лада родственные. Натуральный мажор превращается в натуральный минор. По-другому их называют ионийский, а это эолийский. Но если мы используем лидийскую концепцию, то для мажорной тоники используется лидийская гамма, а для минорной тоники используется лад с шестой высокой ступенью, который в джазовой практике называется ладом дарийским. Первая, вторая, минус третья, четвертая, пятая, шестая и минус седьмая. А по натуральной миноре шестая ступень была низкая, то есть минус шестая. Итак, вот сегодня мы на этом закончим. Закончим на том, что две тоники мажорная и минорная неразрывно связаны, и одна внутри гармонии заменяет другую. Неважно, какая является, какой тональностью является базовый тонализ, мажорная и минорная, их нельзя делить, их нужно воспринимать как единое целое и уметь их видеть. Спасибо вам. До следующей встречи. Продолжение следует...